Всем привет, это Роман Юниман. Я иду на выборы в депутаты Государственной Думы. Чтобы в день голосования мое имя просто оказалось в бюллетене, мне нужно сдать 15 тысяч подписей. Этот загородительный барьер придумали специально, чтобы отсечь независимых кандидатов от борьбы. Барьер реально сложный, но вместе с командой мы его преодолеем. Мы уже идем хорошими темпами и собираем подписи быстрее положенного срока, в среднем по 700 в день. Это все стало возможным только благодаря кропотливой работе сотен людей. И сегодня я расскажу, откуда же берутся на это деньги и куда они расходуются. Вообще кандидаты могут брать средства из трех источников. Во-первых, это политические партии. У нас эти самые политические партии совсем не бедны. Например, одна известная партия с медведем на логотипе получает из госбюджета до 5 миллиардов рублей каждый год. Во-вторых, компании политические может оплачивать крупный бизнес. Сами крупные предприниматели часто идут в политику или посылают туда кого-то, чтобы лоббировать свои интересы. Ну и наконец, компании могут финансировать мотивированные сторонники. И это как раз мой случай. Я выдвигаюсь на выборы не от партии. За мной не стоят олигархи или чиновники. И именно поэтому я так часто призываю своих подписчиков и всех неравнодушных граждан поддерживать компанию рублем. Такие призывы это краудфандинг или, если говорить по-русски, с миру по нитке. Есть и второй способ, которым я ищу деньги. Это личный фандрайзинг. Я пишу личные сообщения, встречаюсь лично с друзьями, бывшими коллегами, знакомыми и прошу денег у них. Я занимаюсь этим постоянно. И сейчас у меня более 200 таких доноров. Но среди них нет кого-то, кто бы вносил половину или больше от общей суммы сбора. Пока что у самого крупного донора около 10% от общей суммы. У такого способа много плюсов. Я завишу только от избирателей и от своих принципов. Но есть и большая ответственность. Ведь компания в смысле расходов должна быть максимально прозрачной. И каждую копейку надо потратить с максимальной пользой. Давайте я расскажу, на что идут деньги сейчас на этапе сбора подписей. Самая крупная статья расходов – это, конечно же, зарплаты сборщиков подписей. За день собирать подписи выходят больше сотни человек. Как я уже говорил, они приносят около 700 подписей в день. И за каждую подпись сборщик получает 300 рублей. То есть даже без учета премии на одни подписи уходят более 200 тысяч рублей каждый день. А еще у нас есть система премий. Ну, например, если человек собрал 15 подписей за три дня подряд, он получает дополнительную тысячу рублей. Есть и другие премии. Это сильно повышает продуктивность сбора, но и также повышает итоговую среднюю стоимость подписи. Нужно понимать и еще одну вещь. Привлечение агитатора-сборщика тоже стоит денег. Мы размещаем объявления на сайтах, вакансиях и в социальных сетях. И сейчас привлечение одного человека обходится штабу в среднем в 500 рублей. Но и это еще не все. Армия не может состоять из одних только солдат. Бойцам нужны командиры, наставники и крепкий тыл. Поэтому помимо сборщиков у нас есть постоянные сотрудники штаба. Зарплата этим людям – это вторая большая статья расходов. Сборщиками руководят полевые координаторы. Они следят, чтобы люди вовремя выходили на улицы, контролируют процесс, помогают сборщикам, ну и разрешают всякие недоразумения. Координаторы и начальники поля еще и обучают сборщиков. Каждую неделю в штабе мы проводим несколько больших семинаров. Идем дальше. На улице люди выходят тоже не просто так. Сборщик одет в футболку с символикой компании и бейджем. Они тоже печатаются на средства из избирательного счета. Как и листы, на которых собирают подписи. Около трети подписей наши ребята собирают, проходя по подъездам, от двери к двери. Чтобы жители чаще узнавали кандидата и чаще оставляли подписи, мы еще и клеим плакаты. Сами плакаты и труд расклещиков тоже стоят денег. И плакаты эти не берутся из ниоткуда. Нарисовать плакат или визитку, придумать слоган, написать текст для баннера – это тоже труд. И он тоже оплачивается. Этим занимается медиаотдел. Кстати, печать агитационно-пропагандистских материалов или АПМ – это статья расходов номер 3. Вообще, медиаотдел занимается еще и сайтами компании. Содержимым, дизайном, версткой и всем таким. Заявки, которые приходят с сайтов, обрабатываются и попадают в специальную систему. Туда же стекаются и все данные сборщиков, сторонников, местных жителей, оставивших наказы и подписи. Система эта довольно сложная. Ее создали с нуля наши айтишники. Они же, кстати, пишут для нас телеграм-боты на все случаи жизни. И сюрприз-сюрприз – они тоже получают зарплату, пусть и ниже рыночной. Часть расходов идет еще и на производство видео. Мы снимаем для Ютуба ролики, вот как этот. И 6 дней в неделю выходим в прямой эфир. Там мы освещаем, как идет кампания. Показываем сбор подписей. Комментируем большие политические события. Рассказываем о сотрудниках штаба и разоблачаем провокаторов. Кстати, обязательно смотрите наши стримы, если вы еще их не посмотрели. Такого политического шоу в России еще не было. Ни одна политическая кампания не может существовать без юристов. В Российской Федерации крайне суровое избирательное законодательство. Например, по закону, макет каждой страницы сайта кандидата, каждой листовки и даже визитки мы должны заявить в избирательную комиссию. Оплата всех этих листовок, и зарплат, кстати, тоже, должна обязательно идти только через избирательный счет. И контролем за этим всем занимаются юристы. Но главное, чем занимается юридический отдел, это проверка подписей. Юристы следят, чтобы они были идеальны. Это большой и очень ответственный труд. И это тоже зарплата, которая выплачивается со счета кандидата. Кроме того, мы серьезно относимся к вопросу безопасности штаба. Даже сложенный в сейфе подписи должен кто-то охранять. Кто-то должен обеспечивать безопасность сборщиков, следить, чтобы встречи с избирателями проходили спокойно, препятствовать провокаторам и хулиганам. И это тоже зарплаты, зарплаты и еще раз зарплаты. Ну и, конечно, аренда вот этого помещения для штаба тоже стоит денег. Только за нее на этапе сбора подписи мы должны заплатить 420 тысяч рублей. Подведем итог. Избирательная кампания – это большой, сложный и дорогой процесс. По нашим подсчетам на этап сбора подписи нам понадобится 17 миллионов рублей. Больше половины денег с избирательного счета уйдет на выплаты сборщикам и оплату труда постоянных сотрудников штаба. Как минимум по миллиону рублей уйдет на печать агитационных материалов, производство видео и IT-обеспечения. 420 тысяч предстоит заплатить за аренду помещения для штаба. А еще ведь есть сбор наказов, колл-центр, офисные расходы и так далее. И чтобы продолжить борьбу, мне необходимо найти еще 13 миллионов рублей. Поэтому, друзья, призываю вас поддержать мою избирательную кампанию. Отправить деньги на избирательный счет – довольно сложная задача. Чтобы не ошибиться, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию. Ее вы можете найти в описании к этому видео. Там подробно написано, как это сделать и на какой счет переводить. Поддержите мою предвыборную кампанию. Поддержите независимую политику. Ее в стране у нас почти не осталось. Но есть мы. И мы боремся за сильную и свободную Россию. Здесь и сейчас. Субтитры подогнал Игорь Негода.